Искренне надеюсь, что это не первое видео, которое ты смотришь перед экзаменом по обществознанию. Но так или иначе, в нем мы будем говорить, что же сделать за 7 дней до экзамена, как получить максимальную пользу от оставшегося времени. Меня зовут Настя, я преподаватель на школу по обществознанию. У меня высшее экономическое образование, 97 баллов на ЕГЭ по обществознанию и опыт работы, 7-й год подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Итак, до экзамена по обществознанию осталось меньше месяца. И объективно, в условиях того, что вы сдаете другие экзамены, времени на подготовку к ЕГЭ по обществознанию остается все меньше, меньше и меньше. Поэтому я, соответственно, подготовила для вас некоторый список действий, которые помогут вам снять немножечко страхи, сделать что-нибудь, если ничего не делал весь год. И если, наоборот, готовишься постоянно, но при этом не чувствуешь должной эффективности. Вот сегодня мы с вами разберемся, что же делать, если вас беспокоят эти или любые другие чувства, потому что наш с вами список будет универсальным. Универсальный список для подготовки к экзамену. Итак, погнали, да? Мы с вами сейчас разберемся, что делать перед непосредственно экзаменом. Посмотрите, я разобрала для вас все варианты из практического сборника Котовый-Лесковый, которые есть на этом YouTube-канале. Включите и посмотрите их на X2. Я под конец вариантов вообще разогналась, и просмотр одного варианта займет у вас на X2 15 минут. При этом именно по практическим сборникам Котовый-Лесковый мы делаем прогнозы на экзамен этого года. А значит, темы, которые я разбираю там, а каждый номер в практическом сборнике Котовый-Лесковый я прям разбираю по пунктам в первой части, позволят вам очень большую базу знаний набрать за короткий промежуток времени. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь непосредственно этими разборами, посмотрите, что из себя представляет вариант ЕГЭ по обществу о знанию, послушайте мои рекомендации по решению, и реально наберетесь очень много опыта, очень много теоретических тем, повторите, посмотрев все эти темы. Дальше. Я также разобрала для вас досрочные ЕГЭ по обществу о знанию. На основании досрочного ЕГЭ по обществу о знанию мы делаем, скажем так, хотела сказать, выводы о том, что будет дальше. Ну да, мы действительно прогнозируем, что будет на основной волне, потому что, если ребята с чем-то не справляются на досроке, так или иначе, это обычно повторяется и на реальной волне, на основной волне ЕГЭ по обществу о знанию. Обзор досрока тоже обязательно посмотрите. И не забудьте, кстати, кроме обзора досрока, посмотреть еще разбор демо-варианта, он тоже у меня есть на этом YouTube-канале. Дальше. Здесь же разбор всех заданий 23. Для тех, кто не помнит, задание 23 – это задание по конституции, где вам нужно знать главу 1 и главу 2. В чем прикол задания 23? В целом, пункты, которые вам нужно проиллюстрировать и подкрепить какими-то суждениями, они одинаковые, они повторяются из номера в номер, они по-разному комбинируются, но в целом этот список достаточно ограниченный. И вот весь этот список я разобрала в заданиях 23 по учебнику Котовой-Лесковой. Это одно видео, оно, конечно, подольше, чем 30 минут, но опять же, буквально там минут за 45-50 вы сможете изучить все вариации номера 23, которые могут встретиться на экзамене. И самое главное – посмотреть, как оформляется это все согласно критериям, вместо того, чтобы читать главу 1 и главу 2 Конституции полностью. Хотя я бы рекомендовала вам и это сделать, но зависит от того, сколько времени у вас осталось и в какой день перед экзаменом вы это смотрите. Дальше. У меня здесь также есть разбор всех заданий 21. Из сборника Котовой-Лесковой здесь уже 3 части. Соответственно, это еще больше времени занимает, но сразу скажу, что вы не обязаны смотреть каждую из этих частей. Можете посмотреть разбор по первой части, и вам уже станет полностью понятно, как решать все задания, все номера 21. Плюс я показываю там аналитические, графические способы, а это значит, что подойдет и, скажем так, гуманитариям условным, и технарям. Посмотрите, как вам будет легче. Следующий факт в том, что там и так, и так показывается. Это очень-очень полезно непосредственно для экзамена. Дальше. Алгоритмы решения номера 25. Номер 25, ровно как и номер 18, кстати, это то, чего боятся ребята в этом году больше всего. Вот про то, как решать и оформлять номер 25, я тоже рассказала на этом YouTube-канале. Заметьте, видео полностью бесплатные, открытые. Мне от просмотра этих видео ничего не будет. В России нет монетизации. То есть все видео, которые я перечисляю, это чистая польза для вас. Пожалуйста, за оставшееся время посмотрите, потому что даже слушая их как-то на фоне, ну, наверное, кроме разбора вариантов, вы сможете поднабраться теоретических и практических знаний. Вы можете, например, также посмотреть темы, которые часто встречаются в экзамене. Вот это можно вообще слушать как фоном, да, подкастом, потому что я достаточно подробно и иллюстративно объясняю. И в целом иногда даже не обязательно смотреть на слайды, чтобы меня как-то понимать и воспринимать. Вот. Поэтому, пожалуйста, займитесь сейчас своей подготовкой. Подумайте о том, что вам действительно нужно. Из предложенных инструментов, пожалуйста, выберите то, что вам необходимо. Это очень важный момент, потому что, ну, серьезно, я не получу от этого никаких бонусов и плюшек. Это все только для вас. Это все абсолютно открыто и абсолютно бесплатно. Что еще? Да, у нас есть видео с алгоритмом изучения всех пяти разделов. Тоже можете посмотреть. А также есть YouTube-ролики по формату «Все разделит человекообщество» или «Все темы из раздела социальные отношения». Их тоже можете посмотреть. Они больше относятся вот к этому блоку непосредственно теоретических тем. Можете их хотя бы фоном подслушать. Это тоже очень поможет на экзамене. Дальше. Что еще интересно? У нас есть также полезные шпаргалки, которые вы можете, к слову говоря, мы их все собрали с вами, забрать в моем телеграм-канале. Настя рекомендует. Посмотрите. Вот таким вот образом они там выглядят. Они сейчас у нас стоят в подложке. Но к моменту выхода этого видео это сообщение тоже там будет. Поэтому обязательно посмотрите все вот эти вот видео, все вот эти шпаргалки. Опять же, абсолютно открытые бесплатно. Можете подписаться на телеграм-канал. Можете не подписываться. В любом случае эти файлики будут вам доступны. Важный момент. Просто изучите их. Посмотрите. Да, зачем вам, например, нужны деятели науки и искусства? Тут важный такой момент. Потому что на экзамене в этом году их могут спросить в номере 25 и в основном к ним никто не готовится. Если вы уже смотрели мое видео по прогнозам на 23 год, на экзамен 23 года, то я думаю, вы понимаете, что на это прям нужно обратить внимание. Значит, можно вбить просто в поиски Настя рекомендует Анастасия Малова. Можете перейти по QR-коду. Можете перейти по ссылочке внизу под описанием этого видео и забрать весь этот материал. Ну вот серьезно. Мы собрали для вас все, что делали в течение всего этого учебного года. Потому что времени осталось мало. Нам не жалко. И главное, чтобы вы смогли все это использовать. Давайте еще немножечко обратимся опять к тем темам, которые могут встретиться. Обратите, пожалуйста, внимание на значение семьи как традиционного и ценности многонационального российского народа. Обратите, пожалуйста, внимание на роль образования. Потому что чаще начали встречаться права и обязанности академически обучающихся. Права и обязанности родителей. Посмотрите на науку, а также представителей отдельных ученых социально-гуманитарных наук, естественных наук. И их достижения. Как минимум по три вам нужно обязательно знать. Файлики тоже можете это забрать. Дальше. Не забывайте про основу финансовой грамотности. Потому что в этом экзамене все чаще и чаще. В этом экзамене в этом году они все чаще и чаще начали встречаться. Не забывайте про отечественных деятелей культуры и их достижения в разных сферах. Ну и разумеется, такая уже довольно классическая тема это гражданское, трудовое и семейное право. Но если вы хотите подготовиться к экзамену прям фундаментально, то вы можете вместе со мной пройти всю программу экзамена за семь дней перед экзаменом. На данный момент у нас осталось три онлайн урока, но по самым важным отраслям, которых совершают большее количество ошибок. А именно по экономике, политике и праву. На курсе предбанни, курсе полного повторения, мы с вами 5, 6, 7 июня полностью пройдем блоки экономика, политика и права. А далее мы с вами разберем задания Дальнего Востока в день экзамена, чтобы вы смогли непосредственно пойти на экзамен. А также с вами поговорим с экспертом ЕГЭ, реальным действующим, о том, какие подводные камни вы можете встретить на экзамене, а также что нужно перед экзаменом повторить. Этот урок будет 2 июня, поэтому не забудьте подписаться. Лучше, чем раньше, тем лучше. Потому что сейчас при записи вам будут доступны видео уроки первых дней предбанника. Это занятие 17, 16, 15, 16, 17 мая, где мы проходили человек и общество, социальные отношения, а также проходили алгоритмы решения второй части и много-много практиковались. Вы можете самостоятельно выбрать, смотреть их или не смотреть. Я, разумеется, рекомендую смотреть, но самое главное присутствует в формате онлайн 5, 6, 7 числа, потому что на этих онлайн уроках мы будем разбирать самые сложные разделы. Ну и, конечно же, в 7 утра, разбор Дальнего Востока, 8 июня, прямо перед вашим экзаменом по обществознанию. Для того, чтобы непосредственно на курс мой попасть, нужно написать кодовое слово «сотка» мне в сообщение ВКонтакте. Ссылочка на группу ВКонтакте есть внизу под описанием этого видео. Ну и я покажу вам расписание. Посмотрите, вот этот день 15 мая, 16 и 17 будет доступен вам в записи. Он уже выложен на сайт, и как только вы приобретете предбанник, вы сразу же сможете все эти дни изучить. Причем даже удобнее, потому что вы сможете их на большей скорости посмотреть, а значит, у вас это займет меньшее количество времени. Дальше. День 4 будет в формате онлайн. В день 4 мы также проведем занятия с экспертом, и там повторим кратенько разделы социальных отношений, человека и общества. За 3 часа в целом мы справимся и повторим основные какие-то понятия, немножечко попрактикуемся и разберемся со всем, что происходило в середине мая. Дальше. Дни, в которые важно присутствовать онлайн. Это 5 июня весь блок «Экономика», 6 июня весь блок «Политика» и 7 июня весь блок «Право», соответственно. Если хотите все эти темы пройти вместе со мной, пишите кодовое слово «сотка» мне в сообщении группы ВКонтакте. Весь материал, который я вам также даю бесплатно, в предбанник включен, потому что там мы разберем все это досконально и намного быстрее. Я думаю, я дала вам сегодня достаточно пищи для размышлений, а также способов, чтобы повторить за оставшиеся 7 дней. Если хотите сделать это достаточно эффективно, продуктивно, тогда рекомендую попасть на курс «Предбанник», на котором мы будем разбирать весь необходимый материал. Кодовое слово «сотка» вас ни к чему не обязывает, просто пишите в сообщении группы ВКонтакте и узнаете все подробности записи на курс. С вами была Настя, преподаватель Ренскул по обществу и знанию. Спасибо вам за просмотр этого видео урока. И кодовое слово «сотка» жду от вас в сообщении группы ВКонтакте. Медлить уже нельзя.